Девушки отдыхают Время отец его умер. Тогда между ним и законными наследниками возникли споры насчет имения и вовлекли его в разорительные процессы. Будучи супругом и отцом, Густав, несмотря на то, что трудился до глубокой ночи, был едва в состоянии содержать свое семейство. Он проклинал свое рождение и несовершенство наших законов. Его характер сделался мрачным, и глубокая печаль выражалась на лице его. Наконец завязался последний процесс. Несчастный видел себя близким к нищенскому рубищу. Собравшись с последними силами, он отправился к столицу, где должно было решиться его дело. Искусственный адвокат защищал его, и он не только выиграл процесс, но и получил обратно часть имения, которая прежде была злоотнята у него. При этом решении суда он не силой был выдержать своей радостью, упал в обморок, и жизнь его находилась в опасности. Его жена, которая долгое время со слезами и страхом ожидала обо нем известия, в тот же самый час ощутила неизъяснимое чувство счастья. Слезы ее остановили, сердце билось необыкновенно. В ней происходило столь чрезвычайное движение, что она обнимала детей и с воодушевлением говорила, «Бог услышал молитвы наши, любезные дети, и странное движение, ощущаемое мной, заставляет меня предчувствовать что-то счастливое. Будем надеяться?» Через три дня Густав был в ее объятиях, и счастливое семейство предавалось чувствам живейшей радости. Один моряк и военнопленный, который три года томился в английских понтонах, нашел как-то случай убежать. Достигнув пределов своего отечества, он скричал, «Приветствую тебя, прекрасная Франция! Я опять увижу мою жену и детей моих!» Он побежал изо всех сил, чтобы увидеть поскорее свою деревню, находившуюся на морском берегу, в трех милях от того места, где он вышел на землю. Жена его в ту самую минуту, как он высаживался из судна, кормила младшего из детей. Долгое время проводила она в печали и в слезах, и вдруг напал на нее конгульсивный смех, которого она никак не могла преодолеть. От сильного чувства необыкновенной радости она пришла в бессознательное состояние, но все продолжало хохотать. Соседка, бывшая с ней, испуганная таким бурным проявлением восторга, позвала деревенского лекаря. После напрасных попыток унять этот судорожный смех, тот подумал, что она сошла с ума. Вдруг вошел моряк, бросился на шею своей жены, и смех в то же мгновение превратился в потоки радостных слез. Способность души человеческой к восприятию впечатлений на расстоянии Факты восприятия впечатлений на расстоянии Как тип явления этого рода, пишет А.Н. Аксаков Я приведу здесь следующий случай, сообщенный мне из первых рук моей давнешней знакомой, Прибытковой, в правдивости слов которой я не имею ни малейшего сомнения. Вот ее рассказ, переданный мне письменно. В 1860 году я проводила лето в селе Белая Колб Московской губернии, принадлежащем князю Шаховскому. Мать его, княгиня Шаховская, имела обыкновение лечить гомеопатией приходивших к ней больных крестьян соседних деревень. А однажды к ней привели больную девушку, недоумевая, какое дать ей лекарство. Княгиня вздумала спросить через столик совета у Ганимана, против чего я сильно восставала, утверждая, что нельзя рисковать лечить больную со слов какого-то неведомого существа. Однако меня усадили за столик вместе с воспитанницей Шаховских, Ковалевой. Я в то время гомеопатии не верила, и было такого мнения, что серьезно больную девушку надо послать в город к доктору. Несмотря на мое внутреннее сопротивление, орудовать руками я себе не позволяла. Высокалось ножкой имя Ганимана, что очень меня раздосадовало, и я стала сильно желать, чтобы он отказался дать совет. Первая фраза была, что он совета дать не может. Тогда, в свою очередь, растердилась княгиня и сказала, что я мешаю, и удалила меня из-за стола. Кто заменил меня, сама ли княгиня, или кто другой, не помню. Я же села к окну, аршинах в двух или трех от столика-то, и напрягла всю мою волю на то, чтобы выстукалась тут же задуманная мною фраза, которую я, понятно, никому не сообщила. На вопрос княгине, по моем удалении, почему Ганиман не может дать совета, столик выстукал, потому что я, как врач, рехнулся с той поры, как выдумал гомеопатию. Фраза была задуманная и выступана по-французски. Я диктовала эту фразу, сосредотачивая мои мысли и волю, на каждой очередной букве. Помню, что не произошло ни одной ошибки, столик определенно останавливался на каждой требуемой букве. Но только что кончилась диктовка, у меня сильно разболелась голова. Этот факт служит прекрасным доказательством того, что так называемое сообщение духов в большинстве случаев, но, конечно, не всегда, суть телепатические сообщения живых личностей, то есть зависят от действия воли на расстоянии. Здесь мы имеем положительное доказательство, что одно из самых обыкновенных явлений спиритизма, выражающиеся в движении стола, может быть вызвано умственным влиянием живого человека на расстоянии, ибо оно было вызвано его внешним сознанием, то есть совершенно сознательно, в состоянии нормальном. Между тем, как обыкновенно эти явления вызываются действием внутреннего сознания, о котором сознание внешнего не имеет понятия. Теперь я приведу несколько случаев в сообщении от лиц живых, сделанных ими во время своего сна. Начну с факта, полученного мной также из первых рук от нашего известного писателя Соловьева, и также переданного мне письменно В.С. Вот его рассказ. Это было в самом начале 1882 года. Перед этим я испытывал в течение нескольких месяцев странную потребность брать в левую руку карандаш и писать. Всегда писалось справа налево, так что можно было читать только на свете или в зеркало. Писалось обыкновенно чрезвычайно быстрым и красивым почерком. Как-то очень поздно вечером, часов около двух, я с близкими мне людьми засиделся в разговоре и вдруг почувствовал потребность писать. Я взял карандаш, попросив одну мою приятельницу, госпожу П., взять карандаш вместе со мною. Таким образом мы стали писать вдвоем. У нас вышла Вера. Мы спросили, что такое Вера? Тогда написалась фамилия одной моей молодой родственницы, семейством которой после продолжительного перерыва я возобновил родственные отношения. Мы еще более удивились и спросили, та ли это ВМ. Ответ получился, да. Я сплю, но я здесь. И пришла сказать, что мы завтра увидимся в три часа в летнем саду. Тогда я бросил карандаш и мы расстались. На другой день около часа ко мне пришел А.Н. И просидел у меня до двух с половиной часов, стал собираться уходить. Так как в тот день я еще не выходил на воздух, то я вызвался провожать его. Мы вышли вместе, продолжали разговаривать. Я машинально шел туда, куда он шел. Жил я тогда на углу Спасской и Знаменской. Шли мы по Спасской, по Пантелеймоновской, через Цепной мост. Тут он посмотрел на часы и сказал, что ему пора, что он должен взять извозчика. Я простился с ним. И опять-таки машинально вошел в открытые ворота летнего сада. Обыкновенно я в летнем саду никогда зимой не гулял. Нужно сказать, что я совершенно забыл о вчерашнем писании. Первое, что случилось, когда я вошел в летний сад, это что я лесом к вису столкнулся с В.М. и ее компаньонкой. Она, увидя меня, была, видимо, очень смущена и совсем растерялась. Я тоже, ибо вспомнил все рашни. Мы, мол, все пожали друг другу руки и быстро разошлись. Вечером я к ним отправился, и ее мать сказала мне, что В.М. большая фантазерка, что когда она вернулась из летнего сада, то находилась в возбужденном состоянии, и как о чуде каком объявила, что меня встретила, что она видела меня во сне, будто была у меня и сказала мне, что встретит меня в три часа в летнем саду. Через несколько дней повторилась подобная же история при таких же обстоятельствах. Моя рука написала В, и затем было объявлено, что на следующий день В придет к нам в два часа. В два часа на следующий день она действительно была с матерью у нас. После этих двух случаев ничего подобного не повторялось. Явления этого рода рассеяны тут и там в литературе. Итак, например, мы находим в статье профессора Перти «Новое исследование в области мистических фактов». В 1858 году вечером 20 июля молодая девушка София Свобода вместе со своим семейством сидела за столом вполне спокойная и довольная, и только немного уставшая от дневных занятий, по случаю предстоявшего на другой день какого-то семейного празднества. Но вдруг она вспомнила, что не сделала перевода с французского на немецкий язык, совсем забыв про него. А ее учительница В должна прийти на урок к ней завтра, рано утром. Что делать? Принять-то за работу сейчас же? Поздно, уже 11-й час. К тому же ей сейчас трудно работать, она так устала. Задумавшись об этом, сильно смущенная и озабоченная София уходит от своих в соседнюю комнату и садится там одна, в углу, все думая о столь неприятной для ее небрежности по отношению к занятиям с любимой ее учительницей. Но вот София, нисколько сама тому не удивляясь, стоит перед своей учительницей, госпожой Вей, говорит с нею шутливо, объясняя ей свою досаду и свое горе и причину всего этого. Затем видение исчезает так же быстро, как и появилось. А София успокоенно возвращается к своим и рассказывает им то, что случилось. На следующее утро приходит госпожа Вей, едва поздоровавшись, говорит, что ей известно уже о том, что урок, заданный ей Софией, не приготовлен. В присутствии ее матери учительница рассказывает следующее. Вчера вечером часу в одиннадцатом я взяла карандаш для автоматической беседы со своим покойным мужем, который часто разговаривает со мной таким образом. Но на этот раз вместо желаемого и ожидаемого имени мой карандаш стал писать по-немецки почерком, в котором я узнала почерк Софии. Карандаш написал несколько шутливых выражений неудовольствия на себя и досаду по поводу несделанного, позабывчивости перевода. Госпожа Вей показала и бумагу, на которой написались эти выражения, и София убедилась в том, что так, что как почерк ее собственный, так и фразы, те самые, которыми она вчера в своем видении говорила с учительницей, и София удостоверялась, что госпожа Вей личность высокоправдивая, нисколько не способная на обман. В сочинении баронессы Адельмы фон Фай находим главу «Медиумические сообщения духа живого человека». Сообщения исходили от двоюродного брата баронессы, графа В, находившегося в сражении при Кенигс, Греции. На другой день после сражения он сообщил ей во время своего сна, что он остался жив, что и оказалось верным, несмотря на то, что имя его появилось в списке убитых. Томас Эверрид, пользующийся среди лондонских спиритуалистов безупречной репутации, и жена которого хороший медиум, в записи, прочитанной им перед Британской ассоциацией спиритуалистов в ноябре 1875 года, под заглавием «Доказательство двойственной природы человека», между прочим, говорит, «Без спиритуалистов нередкость получать сообщения от лиц, находящихся еще в живых». Подобные случаи часто происходили у нас дома, и в особенности бывало это при нашем первом знакомстве с спиритизмом. Сообщения эти стуками или письмом по своему характеру и складу речи вполне соответствовали личностям, которые себя заявляли этим путем. Так один наш приятель, сам обладавший медиумическими способностями, часто беседовал с нами через мою жену, давая нам сообщения, вполне соответствующие его личности. В письмах своих он часто справлялся, верны ли были те сообщения, которые он, в свою очередь, получал от госпожи Эверрид во время ее сна. «Нередко бывало, что сообщения, полученные нами от него, а им от жены моей, передававшиеся стуками, письмом или медиумической речью, оказывались совершенно верными». Далее Эверрид рассказывает все подробности, как на одном сеансе он получил сообщение рукой жены своей о своего приятеля Мирса, также медиума, месяц спустя после его отъезда в Новую Зеландию. Следовательно, почти все подобного рода сообщения через так называемое непосредственное письмо на спиритических сеансах сводятся не к действию духов, а к простой телепатии. Девченко Известная английская писательница Флоренс Мариетт рассказывает о следующем факте сообщения, полученного ею от одного лица во время его сна. «Несколько лет тому назад я была хорошо знакома с одним господином, который еще до нашей первой встречи лишился нежной любимой сестры. Он часто говорил мне об ней, и я узнала все подробности ее жизни и смерти. Обстоятельства разлучили нас, и в продолжении 11 лет я не имела никаких сношений с моим знакомым. И вот однажды я сидел за столом для медиумического сообщения от одной известной мне личности, как вдруг выступалось имя сестры моего приятеля. Это была ее первая попытка войти со мной в сношение. Между нами произошел следующий разговор. «Чего вы желаете от меня, Эмили? Я пришла, чтобы сказать вам, что мой брат находится в Англии и очень бы желал повидаться с вами. Напишите ему, адресуя в клуб города Эс и укажите ему, где бы он мог увидеть вас. Это было бы для меня трудно, Эмили. Уже много времени, как мы не виделись. И, может быть, он не пожелал бы возобновить знакомство? Нет, он желает, он часто думает о вас. Напишите ему. «Я должна иметь сперва доказательство, что он этого действительно желает. Он сам вам скажет таким же способом. Садитесь опять в 12 часов, он будет тогда спать. И я приведу дух его сюда». Подобные выражения спиритического характера нужно понимать в ином виде, ближе к действительности, то есть относя к явлениям телепатическим. Во избежание недоразумения, отсылаем читателя к предисловию, где изложен наш взгляд на спиритизм. Девченко. Согласно всему, в 12 часов я села опять. Эмили явилась снова и сказала. «Я привела своего брата, он здесь, спрашивайте его сами». Я спросила, «Правда ли, — говорит Эмили, утверждая, что вы желаете видеть меня?» «Да, принесите карандаш и бумагу». Когда я исполнила его требования, он продолжал. «Напишите, что я вам буду диктовать». И мной было написано следующее. «Правда, много лет прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз. Но годы, как они недолгие, не могут уничтожить воспоминания о прошедшем. Никогда я не переставал думать о вас и молиться за вас. Немного погодя, он добавил. «Сохраните этот листок и напишите мне, адресуя в клуб города С». Я настолько не доверяю своему собственному медиумизму, что 10 дней прошло, прежде чем я решился написать к своему приятелю, а нахождение которого в Англии и адресе я до этого никогда не слыхал. Со следующей же почтой, однако, я получил ответ, и он содержал те самые слова, которые за 10 дней до этого были мне продиктованы. Может ли наука объяснить, каким образом слова, написанные 5 декабря в Лондоне, были перенесены естественным путем на мозг живого человека на расстоянии 40 английских миль, а 15 числа того же месяца в точности повторены им в своем письме. И то были факты, еще не совершившиеся, но имеющие совершиться 10 дней спустя. Случалось, что сообщения от живых получались и через уста говорившего в трансе медиума. Положительные свидетельства о факте такого рода мы находим у судьи Эдмундса, который в своих «Спиритуальтранспракт» в специальной главе о медиумических сообщениях с живыми говорит, «Однажды, когда я был в Роксбюре, ко мне явился через дочь мою Лауру, как медиума, дух человека, с которым я когда-то был очень хорошо знаком, но не видал его 15 лет. Это был человек с очень своеобразным характером, с той резко отличавшимся своей оригинальностью от всех, кого я когда-либо знал, что ошибиться в его личности не было возможности. Я вовсе о нем не думал тогда, а медиум вовсе не знал его. Он проявился не только со всеми особенностями, свойственными моему характеру, но и говорил о предметах, известных только мне и ему. Я так и порешил, что он умер, а впоследствии был немало удивлен, узнав, что он еще жив. Я не могу теперь входить во все подробности нашей беседы, длившейся более часа. Я был уверен, что я не обманывался, и что это было точно такое же спиритическое явление, как и многие другие, которых я бывал свидетелем, или о которых слыхал от других. Но как же могло это происходить? Вот вопрос, долго занимавший меня. Впоследствии я был свидетелем многих подобных явлений. Из русских случаев сообщений, полученных медиумически от людей живых во время их сна, можно привести следующий, напечатанный в Ребусе. 1884 год, страница 57. На одном из сеансов, говоривший с нами, назвался сыном нашей соседки-помещицы, живущей от нас в восьми верстах. Молодой человек этот, от имени которого велся разговор, состоит на службе в одной из южных губерний. Утром в день сеанса один из нас видел его мать, и о приезде его не было и речи. А между тем, беседуя с нами, он заявил, что два часа тому назад приехал в имение. На вопрос же наш, каким путем он может разговаривать с нами, ответил, «Я сплю». Заинтересованы этой, как нам казалось, мистификацией, двое из нас рано утром поехали к соседке. Приезжего мы нашли еще в постели и узнали от него, что он неожиданно по делам службы едет в Петербург, а по дороге заехал на одни сутки к матери. Накануне же вечером, утомленной дорогой, вскоре по приезде лег спать. Из случаев такого рода известен еще один. Госпожа К. передавала мне, что однажды на домашнем сеансе, на котором присутствовали только ее сестра и мать, в то время как получались ее рукой обычные сообщения, карандаш, которым она писала, вдруг остановился, и после минутной паузы начал писать порывисто и совершенно другим почерком. Было написано всего несколько слов, довольно мелко, их точно не прочитали, но написавшаяся вслед за тем подпись с двумя крупными буквами была немедленно узнана и всех поразила. То была подпись родного брата-медиума, находившегося в Ташкенте. Первая мысль была, что он умер, и пришел известить об этом. Стали разбирать написанное и прочитали «Я скоро приеду». Это очень удивило всех домашних, тем более, что незадолго до этого случая было получено от него письмо, в котором он извещал, что надеется приехать сюда курьером. Но не скоро, ибо, состоя на очереди в 16-м, не может выехать ранее года. Был замечен день и час этого странного сообщения. Это был 11 мая 1882 года, в 7 часов вечера. Оно тогда же было показано многим знакомым. В начале июня брат-медиума действительно приехал. Ему показали необычайное извещение, на основании которого его почти что ожидали. Он сейчас признал свою подпись и пояснил, что в этот самый день он пустился в путь. По вычислению разницы часов оказалось, что в то время, когда получалось это сообщение, он крепко заснул в Тарантасе. А перед этим все время думал о своих домашних и о том сюрпризе, который доставит им своим приездом. Я видел подлинник этого сообщения и скричал его подпись с подписью ГК. Сходство было несомненное. Задолго до спиритизма, возможность умственного сверхчувственного общения между людьми была доказана фактами животного магнетизма. Находясь в 1870 году в Париже, я имел возможность благодаря господину Доното и его прекрасному субъекту произвести такого рода опыт передачи мыслей, какой, сколько мне известно, еще никогда не был проделан. Он удался вполне. Отчет о нем напечатан в журнале для ревью «Магнетик» от 16 февраля 1879 года. Охорович в своем капитальном труде о мысленном внушении Париж сделал мне честь привести этот опыт целиком. В этом же году начались опыты Лондонского общества психических исследований над передачей мысли. И они установили этот факт неоспоримо. Опыты профессора Рише и некоторых других французских ученых подтвердили тот же факт иными способами. Таким образом, факты, здесь упомянутые, представляют только другой вид явлений умственного общения. Они нам доказывают, что действительно некоторые обыкновенные явления, сообщения столом, письмом и словом, могут быть приписаны причине вне медиума находящейся, и что эту причину можно искать в сознательном или бессознательном действии живого человека, находящегося иногда даже вне кружка. Эти факты драгоценны, ибо мы можем тут сказать причину со следствием путем непосредственного наблюдения. Раздвоение личности или действия на расстоянии живых лиц. Факты раздвоения личности. Журнал «Психиша студен» поставил себе главные задачи исследования малознакомых явлений душевной жизни. Всем этим явлениям дают одно имя – мистических, то есть непостижимо-таинственных. У всех явлений этого рода одно общее начало – магические силы духа. Поэтому, как бы ни были разнообразные явления, все они родственны между собою. Все мистические явления связаны друг с другом одним общим началом. Рассмотрим факты, обнаруживающие способность видеть и действовать вне тела. Один словом, факты раздвоения личности. Однажды в августе 1853 года молодая девушка София Свобода, ей было тогда лет 20, страдая сильной головной болью, прилегла после обеда на диван в комнате своей матери и заснула. И вот ей кажется, что в то время, как мать осторожно вышла из комнаты, она проснулась. Проснувшись, София чувствует себя совсем хорошо. Ни тяжести в голове, ни боли нет. Она быстро встает, желая поскорее догнать мать и сказать ей о такой благоприятной перемене в своем здоровье. София находит мать уже в третьей комнате, сидящей за вязанием против отца, который читает ей книгу «Мистические ночи» Бонавентуры. София встала возле родителей, выжидая приостановки в чтении, чтобы заговорить с ними. Но родители как бы не замечали ее присутствия, хотя оба часто поднимали головы и глаза, прерываясь в чтении разговором друг с другом о прочитанном. Очень удивленная их невниманием к ней, София отошла в сторону и встала в оконные ниши, слушая их чтения. Но скоро мать поднялась с места, говоря «Беспокоит меня нездоровье Софии, пойду взглянуть на нее». Тогда София быстро вышла из ниши и подошла к матери, думая сейчас же успокоить ее. Но мать на нее и не взглянула, продолжая торопливо идти к той комнате, где она оставила Софию, и дверь которой была затворена. Чтобы мать наконец ее заметила, София задумала опередить ее и став у этой двери лицом к ней встретить ее там поцелуем. Но и тут тревога матери нисколько не рассеялась. С тем же беспокойством вошла она быстро в комнату в ту минуту, когда туда же входила из другой двери сестра Софии Тереза. София слышит грустный голос и тоскливое расписание матери, как она бледна, и обращает свой взгляд в ту сторону, куда направлены глаза матери. В крайнем изумлении она видит там на диване саму себя лежащую с закрытыми глазами и с лицом мертвенно-бледным. Видит София и то, как мать и сестра в сильнейшей тревоге наклонились над ней и зовут ее по имени. Необходимо, однако, чтобы они наконец-то увидали ее. И вот она подходит к ним и к дивану совсем близко, так что касается его, но в то же мгновение ощущает как бы толчок, которым ее точно бросило на диван. Она открывает глаза, тяжело и с трудом поднимая веки, и при помощи матери и сестры поднимается со своего ложа. Несколько времени как бы отдыхает, приходя в себя и собираясь с мыслями. Вполне оправившись, София рассказывает своим родителям обо всем только что ей испытанном. Родители вне себя от изумления, когда слышат, как дочь повторяет им не только то, что они считали, но и что при этом высказывали друг другу, повторяет иное из их разговора буквально теми же самыми словами. А между тем для матери, вне всякого сомнения и то, что дочь все это время спала на диване, в ее комнате, затворенной дверью, притом отдаленной от той, где она с отцом читали, двумя другими комнатами. А возможности отнести все это явление к области сновидений не может быть и речи. Но я именно думаю, что во время своего глубокого сна дочь духом вполне реально была со своими родителями, для которых дух дочери оставался, конечно, невидим. Но в 1856 году, 6 ноября, с той же личностью произошло явление обратное. Брат Софии Даниил видел ее в Бирюбау, в то время, когда она, заболев и в Вене, лежала там у себя в постели и, казалось, заснула глубоким сном. В 1858 году, 9 апреля, за три дня до смерти, горячо любимой ею матери, врач объявил Софии, что ее, дорогая, больная, безнадежна и проживет не более нескольких дней. София села у постели, уснувшей больной, и в своем горе думала о своем брате Данииле. Этот брат находился тогда на месте своего служения, на станции Летовицы в Моравии. Думая о Данииле, София живо представила его себе мысленно и невольно сказала, полушепотом, как бы обращаясь к брату, «О, Даниил! Наша милая дорогая мать умирает!» Через несколько дней Даниил известил ее, что в тот самый день и час ему пришлось идти по железнодорожному полотну в Брюссаву. И он вдруг услыхал голос Софии, который шепотом, но весьма явственно, выражая глубокое горе, произнес эти самые слова. В последних числах июля того же года София приехала к Даниилу погостить и провела у него на станции Трибицы в Моравии недели две. Она получила приглашение от семейства начальника станции Летовицы в Моравии же приехать к ним и погостить у них хоть несколько дней. Уезжая от Даниила 8 августа, София решила остаться в Летовице до 13 или 14, а потом уже ехать домой в Вену. Уговорившись таким образом, брат и сестра расстались. Но когда София уже уехала в Летовице, ей так неудержимо захотелось быть скорее у своих в Вене, что она передумала и решила выехать из Летовицы в Вену на следующее же утро. Это решение Софии не изменилось и в Летовицах, где, обрадовавшись ей, всячески старались удержать ее до доли. Как неравнодушен был прием, нерадушен ей оказанный, как непривлекательно было общество ее приятельниц, молодых девушек, дочерей хозяина. Желание скорейшего свидания с родными оказалось сильнее. И утром следующего дня, то есть 9 августа, София выехала из Летовицы в Вену. Таким образом, уговор ее с братом Даниилом ей нарушен, и она оказалась, едущей в Вену гораздо раньше того срока, о котором он знал. В седьмом часу вечера поезд, с которым ехала София, миновал станцию Флоридсдорф. Подходил к мосту через Дунай и вдруг неожиданно для всех на самом мосту остановился. Раздались восклицания испуганных пассажиров, знавших кондукторов, звавших для объяснения остановки. Кондукторы с бледными лицами сообщали, что локомотив вследствие какой-то порчи в колесах сошел с рельсов, так что необходимо телеграфировать в Вену о высылке на место происшествия другого локомотива. Все начали выходить из вагонов, вышла из Софии и направилась вперед по мосту. Подойдя к локомотиву, она остановилась, как скопанная от охватившего ее ужаса. Она увидела, что со шесть шестерезов локомотив стоял на мосту с самого края, не имевшего на этом месте даже и перил. До края оставалось расстояние не более фута. Так что опоздая машинист, хотя на секунду заметить опасность, он не смог бы уже вовремя остановить движение поезда, и локомотив неминуемо увлек бы за собой поезд в волны Дуная. Все подошедшие сюда пассажиры стояли глубоко потрясенные зрелищем. А у Софии сейчас же мысли обратились к брату Даниилу, который, конечно, в эту минуту не беспокоится о ней. Он считает ее в летовицах, стало быть, не может иметь ни малейшего предчувствия, обожидавшей ее какой-либо опасности. И вот в то время, когда она вся была погружена в мысль о брате, а ее глаза смотрели на пенящиеся волны Дуная, с ней вдруг происходит следующее. Она у брата на платформе на его станции Трибец и видит Даниила, тревожно шагающего из конца в конец по платформе. Она чувствует, что его беспокойная ходьба происходит от глубокого волнения, что заботит его она, волнует предчувствие какой-то опасности с нею, так что он не может совладеть со своим беспокойством. Голоса кондукторов, извещавших, что локомотив, прибыл из Вены, приглашавших садиться, привели ее в себя. А на другой день уже в Вене брат София Антон получает письмо от Даниила с просьбой как можно скорее успокоить его известием о Софии.